You Don't Get What You Want Это четвёртый студийный альбом группы Daughters, выпущенный 26 октября 2018 года. Релиз вышел после девятилетнего перерыва. Группа распалась в 2009 году, однако в 2013 произошло тихое воссоединение, после чего началось создание нового материала. Альбом получил всеобщее признание критиков, и многие назвали его одним из лучших альбомов 2018 года. Полотно знаменует собой существенное отклонение от более раннего стиля группы, уходя от маткора к более индустриальному иной из роковому, отчасти иной из металлическому звучанию. Daughters начинали свой путь с довольно жесткого, но качественно спродюсированного грандкора с примеси маткора. Их ранние работы можно воспринимать в качестве быстро эмоционально вспыхивающих пубертатов. Последний альбом является порождением этих же подростков, но повзрослевших, при этом не растерявших истерический пыл и готовность ломать все на своем пути. Теперь их музыка – это не вопящий натиск, а продуманная и развивающаяся катастрофа. Каждая песня эволюционирует, ничего не стоит на месте. Альбом воздействует на разум и на музыкальный вкус подобно абразиву, формируя их на новый лад. Агрессивное звучание и паническая атмосфера, а также сама подача материала, вполне себе хаотическая, способны отпугнуть и отстранить тех, кто не готов к подобному музыкальному экстремизму. Это многого стоит, поскольку в эпоху сиятного мейнстрима и вседозволенности нужно все больше работать, чтобы по-настоящему удивить и шокировать людей. Мелодии этого альбома настолько же мрачны, насколько и великолепны. В некотором смысле старшим братом этого полотна мы бы назвали выдающийся альбом Трента Резнера «The Downward Spiral». Разве что маэстро все-таки склонялся к некоторому расслаблению на протяжении альбома, выбирая различные высоты и глубины собственной эмоциональности. Доторс же стремятся зарыться в собственную тревожность головой и утащить вас за собой. В целом, жанр на данной пластинке можно обозначить как балансирующий на грани органики и искусственности сплавной из рока, индустриал-рока с примесью синтепопа и ноуэйва. Несмотря на тяжесть и ритмическую интенсивность, группа умудряется оставаться за пределами металлического спектра. В альбоме есть диссонансы, артиллерийский ударный, истерический спокенворд. Инструменты довольно редко звучат самостоятельно. В основном они совместно создают шизофренический голоб. Музыка захватывает и доминирует, и она достаточно дискомфортна. Критики пишут, что группа черпала свое вдохновение у таких групп, как Jesus Lizard и Birthday Party. Вокал на Less Sex вполне мог звучать как в песнях Ника Кейва, так и в композициях Morphin. Альбом начинается с City Song, трека, который демонстрирует новый вектор развития группы. К тому же трек является своеобразным аммажем на самое известное творение группы Suicide, Фрэнки Тиэдрап. Ударный и сопровождающий вокал. Напоминает очереди из пулемета 50-го калибра. Алекс Маршалл невозмутимо рассказывает стихи, описывая пустой город, в котором ничего нет. Трек медленно набирает скорость. Он преобразуется в чистое искажение. Ад вырывается на свободу. Этот город – пустой стакан. Ворчание Маршала звучит как ворчание митингующего, рвущегося в бой против этой постылой жизни. После того, как резиновые пули пронеслись сквозь стену криков и стонов, над полной тишиной нависли слова. И огонь погас, и вода замерла. Постоянно доминирующий бас и малый барабан гонят песню голопом без колебаний. Все это время лирика говорит о том, как мало мы контролируем нашу жизнь, и что вы никогда не сможете помочь всем тем, кто страдает вокруг вас. Как мы прилагаем титанические усилия, чтобы что-то заполучить, а затем теряем все. И единственным утешением перед лицом этой несправедливости является то, что некто другой потеряет намного больше. Satan in the Weight В этой песне Слонов Стоунер хите доминирует грязный бас. Однако в припеве бас перекрывается сентиментальной гитарой, парящей над всей этой грязью. Песня посвящена росту экстремизма и ненависти в мире, начиная с одной личности и заканчивая целыми сообществами, отравленными злобой. The Flammable Man Обрушивается на слушателя чистым разрушением. Песня посвящена некоему параноику, бегущему от лжи и жизни на берегу океана, символизирующего простор, будь то в пространстве или в мысли. В последней третьей песне в тишине рассказчик вопрошает, «Здесь что-то горит, или это я?» The Lord's Song Песнь Господа, как и положено, наполнена религиозными и зачастую апокалиптическими образами. Крылатые ангелы, трубы и хор. Песня, по мнению некоторых рецензентов, повествует о концепции дистеизма, согласно которой бог, или боги, по природе свои злы и желает, чтобы человечество проводило свои жизни в страданиях. Вместе с предыдущим треком она создает ураганный и истерический вихрь. Барабанщик Джон Сильверсон говорил следующее. Есть вероятность, что вдохновение пришло от одного из тех рекламных роликов о продаже поддержанных автомобилей, где какой-то сумасшедший отчаянно пытается продать вам каждую машину со своего лота, независимо от вашего текущего финансового состояния. Less Sex Самая медитативная песня, которую когда-либо создавала группа. Песня довольно кинематографична, и коллектив знал об этом, а потому позже выпустил на нее клип. Многие видят в этой песне некую темную эманацию Депешмот. У нас же возникла ассоциация с последней работой Ульвера 2017 года, а также с не менее замечательным альбомом Исен Амр. Причем не столько по звучанию, сколько по общей атмосфере и стилистике, а также по уровню мастерства, порождающего такую качающую звуковую свежесть. Также в этой песне есть нечто блюзовое, нуарное, и она вполне может стать темой опенинга для очередного сезона Тру Детектив, как дань уважения Леонарду Коэну. Дотер – очередная тревожная смесь красоты и разрушений. Лирика говорит о древней войне, которая заставляет землю крутиться. Война мертвой рукой стучится в каждый дом, и мир лишился своего романтического очарования. Больше нет святых, и любовь – это усталая шлюха. Токсический катарсис, посвященный всем плохим, вредным и мирским людям. Это песня о проблемах с контролем неудержимого гнева. Можно подумать, что трек создан какой-то кислотной версией Queens of the Stone Age. Маршал творит эту песню своими истерическими криками. Не говори мне, как делать мою работу. Ocean Song рассказывает историю среднестатистического человека, столкнувшегося с экзистенциальным кризисом, который просто пытается гармонично существовать между неудовлетворенной работой и собственной семьей. В конечном счете, он бросает и то, и другое. Гест Хаус наиболее полно выражает наполнение этого ужасающего, холодного, болезненного альбома. Маршал в отчаянии кричит, чтобы его впустили внутрь. И невозможно понять до конца, обращается ли он к капиталисту с излишками жилплощади или же к самому слушателю. После того, как трек достигает апогея, он легко превращается в волнистую смесь синтезаторов и далеких отголосок мелодий. Этот мирный эпизод ошеломляет, особенно контрастирует с безумным ужасом Доторс. Пластинка экстремалов из Родайленда, вызывающая беспокойство кошмарная ода человеческому конфликту, отказ от гармонии и альтруизма. Некоторые рецензенты называли альбом хэллоуинским. Для нас же это некорректное сравнение. Это как сранивать испуг от проходного скримера в кинотеатре с панической атакой. Альбом напоминает изящную авиабомбу, стремящуюся уничтожить комфорт всеобщего общества потребления. В нем сквозит ужасная неуверенность, что ваша жизнь или этот мир могут быть сломлены и уничтожены силами, не поддающимися контролю с чьей бы то ни было стороны. Индустриальные барабаны в сочетании с множеством странных гитарных и клавишных эффектов создают гудящее, тошнотворное и нервирующее чувство. Этот альбом – кульминация экзистенциального страдания, пережив которое вы ощутите катарсис. На наш взгляд, это лучший альбом Дотерс на данный момент, хотя он и продолжает вектор, заложенный в 2010 году. Эта работа доказывает, совсем не голословно, что у рок-музыки есть будущее. У любого искусства есть будущее только там, где творцы готовы рыть до оголенных нервов, и никакие отсылки к прошлым победам здесь не помогут.